Продолжение следует... Профессию очень многие еще не знают. Не знаю, насколько они завидуют, но да, мир шоколада, он, конечно, как фантастика. И очень многие люди так даже не представляли, что такая работа есть, когда приходят ко мне в гости. Трудность в силу того, что эта профессия в нашей стране новая. Все-таки больше у нас всегда был кондитер. Кондитеры работали на шоколадных фабриках. Шоколадье – это человек, который, в принципе, должен обладать большим количеством знаний и про шоколад, и про работу с ним, и, естественно, как отслеживать последние тенденции, потому что профессия, она в основном, как бы, ну, культура шоколада, ручная работа, она живет в Европе, в Польше. Вот. И все... И я эту профессию приобретала тоже все равно в Европе. Я отучилась здесь, в Москве, где можно было отучиться. И именно не изготовлению в промышленных масштабах конфет с длительным и сроком хранения, а именно конфеты ручной работы на натуральных продуктах, натуральных соках, натуральном шоколаде, без всяких стабилизаторов, без красителей. И, короче, вот натур-продукт, который хочется есть самим и хочется кормить своих детей. И, конечно, сложностей много, потому что все вопросы, которые у меня возникают, в основном я сразу пишу тему шоколаде в Европу, у которых я училась. И, знаете, это, конечно, удивительно и очень приятно, что люди очень быстро реагируют на вопросы. И я, когда первый раз задавала какой-то вопрос, я думаю, ну, а вдруг он ответит, вдруг он окажется возле компьютера, и ему как бы не все равно, какие у меня тут проблемы. И я была очень удивлена, что мне был ответ, последовал просто в течение двух-трех минут, просто, ну, может, действительно человек оказался возле компьютера. И потом, как будто, не стесняйтесь, спрашивайте, я отвечу, ну, как-то, знаете, такой вот мир, как вот единомышленников, особенно когда ты учился, и он понимает, что ты не бросил здесь, а ты продолжаешь вот это дело, которое тебе вроде в каком-то объеме передали. Вот, но все, что касается упаковки для этих конфет, потому что мы не огромная, ну, пока не огромная компания, у которой там 20-30 точек по всей стране, а начинать надо все равно с чего-то, и хочется, чтобы сразу все было красиво, и чтобы были коробочки на одну конфету, и на две, и на пять, и на десять, и на сто. И вот у нас, в принципе, вы видели наш ассортимент, он очень, ну, очень широкий ассортимент, и точно, и столько же упаковки. Из упаковки тоже пришлось ехать на салон шоколада, я ездила в Париж, и это было три года назад, и вот сейчас я только вернулась два дня назад с салон шоколада в Париже, и поставщиков всех все равно я искала там, потому что в Европе эта традиция есть, очень много шоколадей, они есть и во Франции, и в Бельгии, и в Италии, и в других европейских городах. Соответственно, есть целые компании, которые занимаются только и поставкой упаковки для шоколада, именно для маленьких кондитерских, и, как показывает, ну, сегодняшний мой опыт, проще привезти из Европы что-то, чем, к сожалению, сделать у нас. У нас это тысяча, две, десять тысяч, вот тогда, ну, как бы вас хотят слышать, вам дают более-менее нормальную цену. А так цена получается дороже, чем для шоколада в этой коробочке, и это тоже две трудности, о которых ты не предполагал, когда ты вот во всем это начал развиваться в этом управлении. Прискажите, пожалуйста, о технике производства десертов в вашем ателье, и какие ингредиенты вы используете? Бель шоколад, вообще, как будто, это даже написано на бренде, конфеты ручной работы, все конфеты, которые вы видите, мы делаем вручную. Есть конфеты, которые заливаются в формочки специальные, потом туда закладывается ганаш, начинка, и потом уже закрывается крышечка. Это, в принципе, как бы делается, ну, и автоматы это делают на больших фабриках, мы делаем эти операции все равно вручную. Есть конфеты, которые нарезаны, квадратненькие, соответственно, делается начинка, она закладывается, там, заливается, там, квадратную форму, проходит сутки, там, проходит процесс кристаллизации, потом начинка режется на квадратике и вилочкой. Специально есть такие приспособления, вилочка для шоколати, она опускается уже в протемперированный шоколад, и пока шоколадка не застыла, конфетка к ней приклеивается, вот у нас тут есть, или фисташка, или кусочек цуката, или какой-то декор разный, есть такие переводные картинки пищевые, которые мы заказываем тоже во Франции, вот, есть они с логотипами, с нашими, и рисунок, когда шоколад уже застывает, потом снимается, это переводная картинка, и остается рисунок, который вы видите на конфете. Пармелагма тоже, ну, естественно, шоколад, это натуральный шоколад, без заменителей, как бы самый основной продукт, это какао-масло, который в составе шоколада, вот, и все мармелады мы тоже варим из натуральных соков и пюре, с яблочным пектином, никаких красителей там нет, если это желтый, значит, или маракуйя, или манго, или это лимон, вот, если это красная, значит, это малина, красная смородина, там, не знаю, ягода, что-то, может быть, еще красная, ну, вот, вишня. Интересно узнать, какой у вас, у вашей семьи любимый десерт из вашего ателье? Ну, знаете, у меня, конечно, у нас семья большая, у меня трое детей, и они, конечно, избалованы уже в этом плане, но они любят соленую карамель, они очень любят наши макарони, торты, конечно, у них есть любимые, там, и с шоколадом, и с малиновым пюре, и с белого шоколада, с манго, с маракуйей, потому что, конечно, они пробовали здесь все, вот, они любят, ну, в основном, да, уже экзотический вкус, или вот классический, вот, молочный шоколад, ну, как бы, там, с добавлением соли немножко, или уже вот эклеры, профитроли, что-нибудь с лаймом, с малиной, и, потому что, ну, потому что мама, вот, мы везде, где бываем, всегда посещаем все кондитерские, естественно, они разделяют, скажем, моё удовольствие и страсть, вот, и в этом плане избалованные, продвинутые дети. Этот бизнес вообще родился ради моих детей, потому что Владимира, моего третьего ребёнка, у него была аллергия, и, как показали тесты на пищевые красители, вот, и на, ну, на сахар, ну, там была линейка каких-то аллергенов, которые мы пытались исключить, и, естественно, что вы, вы же не можете лишить ребёнка вообще всех радостей, да, в семье проходят праздники, которые, там, всякие успехи отмечаются, дни рождения, вот, и я стала искать, что, конечно, там, всякие хлебопечки, йогуртницы, там, всякие приспособления дома есть, вот, и мне нужно было понять, что я могу, какие я могу делать десерты, которые умножены, поэтому постоянно, как бы, практикуюсь. Сегодня у вас своё шоколадное ателье, а какие бизнес-планы на будущее? Ну, знаете, очень, у нас есть шоколадный корнер в торговом центре, небольшой, в бизнес-центре, и вот есть сейчас такой проект, где мы проводим и мастер-классы для детей, для взрослых, и дни рождения в стиле юной шоколадье, и все люди, которые к нам приходят, всем это очень нравится, и все что-то пишут, там, восторженно, там, в фейсбуке, там, дают, там, перепост на своих друзей, знаете, ко мне уже несколько раз приезжали в гости, люди, которые заинтересованы, вот, взрывать, типа, франчайзингом, потому что, говорят, я хочу тоже, чтобы, вот, вот, мне настолько нравится, я сам бы, вот, ну, так не придумал, и у меня, чтобы научиться, я не умею делать конфеты, я понимаю, что этому нужно учиться, и, как я там, все про вас прочитал, и у меня нет невозможности ездить к шоколадье, куда-то, во Францию, в Италию, ни времени на это, ни оборудование я покупать для этого не хочу, и людей неизвестно, где взять, поэтому я просто так, есть запросы, причем их немало, и в регионы, о том, чтобы представлять нас, наш бренд, и в Москве, и в регионах, и в Екатеринбурге приходило несколько запросов, кто-то хочет просто торговую точку по шоколаду, где-нибудь в торговом центре открыть, а кому-то, вот, нужен такой проект, именно, чтобы он работал как кафе, и можно было проводить мастер-классы для детей, вот, именно в таком стиле, в стиле, как бы, шоколадье, чтобы дети, там, взрослые могли прийти, что-то поделать, сами с собой это забрать, потому что мы так и проводим. Ну, и мы детям, мы даем диплом, сертификат о том, что они, вот, посетили такой мастер-класс, и, знаете, такое, вот, какое-то неподдельное счастье и у детей, и у родителей, знаете, у взрослых еще больше от этого радости, потому что, как-то, детей очень много, чем развлекают постоянно, а сами мы, ну, развлекаемся реже, и как-то однотипнее, и поэтому все что-то, вот, такое новое, особенно то, к чему ты, вот, сам принимаешь участие, не сидишь в зрительном зале, а сам, скажем так, стоишь на сцене, это, ну, всегда больше эмоций вызывает. Взрослые, у меня тут были очень серьезные бизнесмены, приходили, и лили шоколадки, радовались, ну, как дети, просто, и еще, вы видели, у меня самые красивые шоколадки получились, намного красивее, чем там, у того парня, ну, да, в общем, действительно, ну, неожиданно, потому что, я думаю, что-то все-таки больше такое для детей, но, видимо, мы все все равно, вот эта вот, какая-то ностальгия по детству и по шоколаду вообще, как бы, мне, как бы, радость, мне кажется, только на всю жизнь. Спасибо за интервью, желаем удачи вам и вашему бизнесу. Да, спасибо вам, с наступающим Новым годом. Спасибо. 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 Спасибо.